Первые на Сахалине исправительный центр готовятся принять постояльцев в специализированном общежитии на базе ЛИУ-3. Смогут одновременно отбывать наказание 50 приговоренных к принудительным работам. Раньше суды области оглашали такие вердикты крайне редко, а исполнять их приходилось на материке. С условиями жизни в новом центре познакомился мой коллега Матвей Лебедев. Первые в регионе исправительный центр строители сдали в этом месяце. Здание площадью почти 500 квадратных метров находится на территории лечебно-исправительного учреждения номер 3 в Южно-Сахалинске. Здесь будут жить те, кому суд назначил основное наказание в виде принудительных работ. Это впервые осужденные за преступление небольшой или средней тяжести. В данном исправительном центре начинается с дежурной части, жилые помещения. Есть места, где могут осужденные приготовить свою пищу, принять ее. Также есть места для того, чтобы они могли помыться после тяжелых трудовых будней, где отдохнуть. Есть комната для воспитательной работы, бытовые комнаты. Никаких замков, конвоя, служебных собак. Основную часть дня осужденные будут проводить на работе, а потом возвращаться в центр. Следить за этим в круглосуточном режиме станут 8 сотрудников в СИН. Начальник учреждения, 2 инспектора и дежурные. За нарушение правил можно лишиться свободы передвижения. За более серьезные проступки суд изменит вид отбывания наказания на более строгий. Так что попасть в места не столь отдаленные – реальная перспектива. Особенно для тех, кого перевели сюда из исправительной колонии для социализации. Степень совершения преступлений разная. Скорее всего, в связи с этим законодательство предусмотрело о том, что кому-то можно и помягчивать наказание, а кому-то стоит еще немножко присмотреться. Во-вторых, в социализации осужденных, которые освобождаются из меня решения свободы, за ними необходим дополнительный контроль. Осужденные проживают на территории. У них есть правила внутреннего распорядка, которые они обязаны соблюдать. И самая главная цель данного наказания – это работать. То есть цель наказания – это реализация осужденных через обязательное привлечение к труду. В администрации исправительного центра пояснили – он не последний в Сахалинской области. В прошлом году президент Владимир Путин поручил выделить средства на расширение сети таких учреждений. По последним данным, всего их в стране – 367. Напомним, принудительные работы сравнительно новый вид наказания в России. Его стали применять только в 2017 году. Матвей Лебедев, Александр Тютюнников и Евгений Дзябченко. Солнце ТВ.